Всем привет! Это последнее видео на русском языке на этом канале. Я давно планировал делать контент либо на английском, либо на украинском, и вот появился отличный повод, чтобы наконец это сделать. Это видео на русском лишь потому, что мне задонатили на создание этого видео. Хотя сейчас я понимаю, что мои ультиматумы по типу «платите деньги, если хотите и дальше видео на русском языке» являлись просто торговлей своими принципами, и впредь я больше делать этого не хочу. Но спасибо за донат. Если после услышанного ты уже порвался и бежишь в комментарии оставлять свое очень важное мнение, то спешу тебя разочаровать. Любые комментарии по поводу русофобии, мышебратства и прочей ахинеи можешь оставить при себе, потому что я буду выписывать пермачи всем, чьи комментарии мне не понравятся. Ну а пока вы наблюдаете за тем, я к сбройне ссыл уничтожает оккупантов, я расскажу, о чем будет сегодняшнее видео. Сегодня мы реализуем облачное сохранение с использованием Google Play Services. Думаю, пора начинать. Сперва нужно включить функционал облачных сохранений в консоли разработчика. Это делается в настройках игровых сервисов приложения. Также я не буду полностью описывать весь процесс настройки, потому что на YouTube есть огромное количество туториалов о том, как это сделать. Помимо этого нам понадобится само SDK сервисов. Найти его можно в интернете по запросу Unity Google Play SDK, или можете найти его на GitHub. Тут вы можете видеть, что я загружаю версию 11.01. Так вот, эта версия по всей видимости багованная, и нормально ее добавить в проект не получилось. Используйте версию 10.14, если у вас будут проблемы с 11 версией. В итоге SDK импортирована в проект. В качестве основы я использую приложение, которое мы создавали в туториале по универсальной системе сохранений. Поэтому, если вы его не смотрели, ставьте на паузу это видео и сперва идите смотреть тот туториал. Ссылка в описании. Так вот, в этом приложении мы можем менять имя, гендер, национальность, также мы можем выбрать аватар и менять цвет фона. Сейчас все это сохраняется локально на устройстве, на котором запущено приложение. Тезисно, алгоритм, который мы сегодня хотим реализовать, будет выглядеть таким образом. Сперва мы авторизуем пользователя с помощью его Play Games аккаунта. Если авторизация успешна, делаем запрос на сервер и пытаемся получить сохраненные данные пользователя. Если авторизация не успешна, загружаем данные, сохраненные локально. Далее, если сервер присылает нам данные, мы их обрабатываем и применяем. Если же сервер не присылает нам данные, то опять же мы используем локальные данные. Начнем с того, какие данные мы будем отсылать на сервер. Создадим класс CloudSafeData. Класс должен быть Serializable. Так как у нас уже есть классы для хранения данных фона и профиля игрока, мы можем просто закинуть ссылки на них внутрь нашего класса. Таким образом, мы объединим данные как бы в один пакет, и именно этот пакет мы будем отсылать на сервер. Теперь реализуем аутентификацию. Я создал класс Authentication, в котором будет находиться весь процесс авторизации. Подключаем библиотеки Google Play Games и Google Play Games Basic API. Объявляем статик переменную Authenticated, которая будет показывать, авторизовался игрок или нет. Также объявляем статик переменную платформы. Если вы уже добавляли Google Авторизацию в свое приложение, то вы это и так знаете, но для тех, кто делает это впервые, объясню чуть подробнее. В данном случае платформа – это среда авторизации. В ней будут храниться разные данные, которые мы можем использовать. Например, данные о пользователя. Итак, объявляем метод Login и вызываем его в старте. Также объявляем метод BuildPlatform, в котором мы будем инициализировать платформу. При авторизации проверяем, что если платформа еще не инициализирована, то вызываем метод BuildPlatform. Здесь прям детально рассказывать, что и зачем вызывается, не имеет смысла. Весь этот код вы можете найти в официальном SDK на странице примера. Главное, что нас интересует в этом коде, это вызов метода EnableSavedGames в билдере. Этот метод, как нетрудно догадаться, включает поддержку облачных сохранений на нашей платформе. А теперь пауза. Здесь вы можете видеть, как я вызвал метод RequestServerAuthCode. Что этот метод делает? При авторизации Google будет запрашивать на сервере токен авторизации. Этот код я написал на автомате, ведь в другом проекте, где я использую облачные сохранения, я использую этот код для авторизации пользователя в Firebase. И вот в чем важная деталь. Если вы используете Firebase в своем проекте, то при привязывании приложения к Firebase, он в свою очередь создаст сервер в Google Cloud, который и будет выдавать этот токен. Если же вы в проекте Firebase в этих целях не используете, сервер создан не будет, и авторизация просто-напросто работать не будет. Именно из-за этой строки кода я потратил несколько часов на поиск решения проблемы. Кстати, ничего в интернете не нашел, пришлось методом проба ошибок искать, в чем же была проблема. Итак, если вы совсем запутались, то в двух словах. Если вы используете Firebase, чтобы авторизовывать в нем пользователя, то эту строку вы пишете. Если Firebase не используете, то эту строку вы не пишете, иначе авторизация просто не будет работать. Фух, идем дальше. Вызываем метод инициализации нашего билдера. Включаем логи для удобства и возвращаем активированную платформу. С платформой разобрались, теперь обратно к авторизации. Для авторизации вызываем метод Authenticate. Метод асинхронный и возвращает булеву переменную успешности авторизации. В колбеке сохраняем успешность авторизации и вызываем метод OnAuthenticationSucceeded. Теперь создадим класс, в котором будет вся логика получения и обработки облачных сохранений. Для удобства этот класс будет синглтоном. В нем объявляем переменную SaveData, в которую будем записывать данные из облака. Из библиотек мы будем использовать Google Play Games, Google Play Games Basic API, а также Google Play Games Basic API Saved Game. Данные отправлять и получать с сервера мы будем в виде байтового массива. Значит, нам нужно будет сериализовать и десериализовать данные. Для этого подключаем библиотеки System, System.io и System.Runtime.Serialization.Formator.Binary. Мы можем настроить некоторые параметры облачных сохранений в Unity. Например, мы можем выбрать, сможет ли игрок использовать данные сохранений из кэша и интернета, или только из интернета. Эта настройка имеет тип Data Source. Помимо этого, мы можем выбрать, как будут разрешаться конфликты сохранений, если они будут происходить. Также нам нужно будет указывать имя сохранения, в которое мы будем записывать данные. То есть, таким образом вы можете реализовать даже поддержку возможности хранения нескольких сохранений в облаке одновременно. Но для примера мы используем только один сейв, поэтому название я напишу вручную. Также для сериализации нам понадобится Binary Formator. По сериализации у меня уже был туториал на канале, поэтому если вы хотите подробнее узнать о том, что это такое, то ссылка будет в описании. В Awake инициализируем наш Singleton и форматор. Также инициализируем сейвдейта, чтобы она не была равна нулу. И объявляем метод load, который мы будем вызывать, чтобы загрузить данные из облака. В onAuthenticationSucceeded проверяем, что если мы аутентифицировались, то вызываем метод load. Если же нет, то вызываем метод useLocalData, который попутно объявляем. Таким образом, если игрок авторизуется, то мы попробуем получить данные из облака. Если же произошла какая-то ошибка или игрок не захотел авторизоваться, то мы просто будем загружать данные, сохраненные локально. В принципе, на этом скрипт авторизации готов, здесь мы больше ничего добавлять не будем. Разве что, как я говорил ранее, строку с requestServerAuthCode нужно убрать. Теперь нужно немного адаптировать методы загрузки данных в профиле и для фона. Сейчас в методе load мы получаем локальные данные из сейвменеджера. Вместо этого добавим данные как входящий параметр функции. А внутри будем проверять, что если данные равны null, то загружаем их локально. Таким образом, если данные сервера придут, то мы вызовем этот метод и передадим их внутрь. А если данных сервера не придет, то мы просто передадим null и данные загрузятся локально. Естественно, метод load нужно сделать паблик. В Cloud Safe Manager нам нужны ссылки на профиль и на фон, чтобы мы могли вызывать этот метод. Также объявляем метод applyCloudData, в который мы будем передавать данные и флаг dataExists. Если dataExists равно false, а то есть данных нет, то вызываем метод useLocalData и выходим. Иначе же передаем облачные данные в профиль. А в useLocalData вызываем тот же метод профиля, но передаем туда null. Аналогично делаем и для фона. Только в applyCloudData нужно еще проверить, что данные не равны null, а то вдруг нам придут битые данные сервера и десериализовать их не получится. Объявляем два метода saveToCloud и loadFromCloud, в которых мы будем загружать данные на сервер и получать их оттуда соответственно. LoadFromCloud мы вызываем в методе load с проверкой на то, что пользователь авторизован. Аналогично и с методом saveToCloud. Для того, чтобы отправить данные на сервер, нам сперва нужно эти данные собрать. Для этого объявляем метод collectAllData. В нем мы создаем объект типа CloudSaveData, а данные профиля и фона получаем с помощью метода getSafeSnapshot, делая его публичным. Таким образом, при вызове этого метода он будет получать актуальные данные профиля и фона и записывать их в объект типа CloudSaveData. Итак, по какому принципу работает облачное сохранение? Сперва нам нужно открыть подключение к серверу, чтобы затем записать или считать оттуда данные. Объявляем метод openCloudSave. Входящим параметром передаем экшен, который содержит в себе данные двух интерфейсов savedGameRequestStatus и iSavedGameMateData. В статусе будет храниться результат подключения, а то есть успешно оно или нет. В методате будут разные вспомогательные данные, мы их использовать не будем. Внутри метода проверяем, что наш локальный юзер аутентифицирован, облачные сейвы включены и мы не забыли указать название сейва. Если что-то из этого ложно, то пробрасываем ошибку. Так, еще одна пауза. По какой-то причине после аутентификации пользователя SocialLocalUserAuthenticates возвращает false, хотя пользователь точно авторизован и сейвы будут загружаться без проблем. Так как мы сейчас пробрасываем ошибку, то метод просто прекратит свое выполнение после этой проверки. В дальнейшем я заменю этот проброс ошибки на обычный дебаглог, вы же можете сделать это сразу. Само подключение осуществляется с помощью вызова метода OpenWithAutomaticConflictResolution. Вы, конечно, можете открыть подключение, прописав алгоритм разрешения конфликтов вручную, но в большинстве случаев автоматического варианта будет достаточно. В метод мы передаем название сейва, источник данных, а то есть только интернет или интернет плюс кэш, стратегию разрешения конфликтов, а также коллбэк, который будет вызван, когда попытка подключения будет осуществлена. Перед тем, как реализовать непосредственный процесс сохранения и загрузки, нужно сперва написать методы, с помощью которых мы будем сериализовать и десериализовать данные. Об этом я детально рассказывал в туториале о сохранении сериализации данных, поэтому подробно описывать, что здесь происходит, не буду. В двух словах, мы открываем поток, в который будет записан массив байтов. Этот массив байтов – это результат работы сериализатора. Используем тут конструкцию trycatch по той причине, что если у нас возникнут какие-то проблемы с данными, то мы не должны возвращать биты массив байтов. Нам нужно вернуть null. И при попытке сохранения, перед отправкой на сервер, мы будем проверять, чтобы наши данные не были равны null. Метод десериализации – это по сути обратный процесс. Вначале мы проверяем, что нам на вход пришли какие-то данные, затем в потоке мы десериализуем их и приводим к типу нашего сохранения. Если все окей, то возвращаем созданный объект. Если нет, возвращаем null. Теперь мы можем реализовать процесс сохранения. В save to cloud вызываем openCloudSave и в качестве колбека передаем созданный метод onSafeResponse. Внутри проверяем, что статус равен success, и если это так, то собираем данные для сохранения. После чего сериализуем их. Отправка данных на сервер осуществляется вызовом метода commitUpdate, куда мы должны передать наши данные. Также мы должны передать колбек, который будет вызван, когда попытка сохранения данных закончится. В методе saveCallback мы просто будем проверять статус и логировать результат. С получением данных с сервера процесс практически такой же. В onLoadResponse проверяем статус. И если все окей, то вызываем метод readBinaryData. Туда передаем колбек, который будет вызван после попытки чтения данных. Если же статус неутешительный, то просто будем использовать локальные данные. В колбеке также проверяем статус. И если все окей, то вызываем applyCloudData, передавая туда десериализованные данные, пришедшие с сервера. Если все не окей, то используем локальные данные. И вот здесь я заменил проброс ошибки на обычный дебаглог, чтобы выполнение метода не прерывалось. Теперь осталось только вызывать метод сохранения каждый раз, когда у нас меняются какие-то данные. В профиле и в фоне в методе save вместе с локальным сохранением просто вызываем метод save у CloudSafeManager. На сцене создаем объект для CloudSafeManager и настраиваем источник данных и стратегию разрешения конфликтов. Я выбрал стратегию разрешения useMostRecentlySaved, что означает, что при конфликте версии будет выбираться сейв, который был сохранен позже. Также инициализируем переменные профиля и фона. Помимо этого, на сцене нужно разместить еще и скрипт аутентификации. Осталось настроить сервисы и можно билдить. На странице настроек игровых сервисов приложения получаем ресурсы. Это можно сделать только если у вас есть хотя бы одно достижение и лидерборд. Копируем ресурсы и вставляем их в нужное окно в юните. Туда же вставляем и ClientID. Теперь можно билдить приложение, закидывать его во внутреннее тестирование в Google Play и запускать. Я меняю различные данные, затем выхожу из приложения и стираю все локальные данные. При следующем заходе, сразу после авторизации, данные подтягиваются из облака. Так что как-то так. Ну а на этом на сегодня все. Исходники проекта доступны спонсорам на патреоне и здесь на ютюб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и пишите комментарии. Побачимось!